Ряд льгот семье Алексея Черепанова недоступны, хотя полагаются по закону. Мужчина воспитывает ребенка-инвалида, который нуждается в жилье. Однако, чтобы претендовать на получение заветных квадратов, необходим статус малоимущего, в присвоении которого отказывают. Причина среднедушевой доход семьи выше прожиточного минимума, ведь ребенок получает пенсию по инвалидности. При этом сама пенсия не является доходом ни для кого, кроме нашего государства. Потому что ни в банках нельзя не взять ипотеку на эту пенсию, ничего нельзя сделать. Это у них не доход. При этом, когда мы приходим в жилищно-коммунальные службы, чтобы получить справку о том, что мы малоимущие, и на основании этой справки получить жилье, то нам говорят, что пенсия – это доход. Уже второй год родители детей-инвалидов пытаются добиться справедливости. Активисты уверены, чтобы дело сдвинулось с мертвой точки, нужно либо отменить статус малоимущего в законодательстве, либо внести поправку о том, что пенсия доходом не является. С этими предложениями они вышли на пикет перед законодательным собранием. Но разрешить ситуацию не так просто, говорят в Краевом парламенте. Это тема не только региона, это тема в целом Российской Федерации. Здесь совместно с депутатами Государственной Думы, с профильным комитетом мы прорабатываем, смотрим, какие пути решения данного вопроса необходимо принять. И мы четко понимаем, что принять нормативный правовой акт – это одна история. Другое еще нужно смотреть, чтобы он был исполним на практике, чтобы были средства под данную норму закона, чтобы не плодили очередь из очереди. На это могут понадобиться годы, уверяют законодатели. А пока родители детей-инвалидов вынуждены вновь и вновь выходить на пикеты и митинги. Они считают, что только так есть шанс добиться своих законных прав. Юлия Демидова, Алексей Фризин. Наши новости. Юлия Демидова, Алексей Федерации.